почему у всех людей такие результаты чего так прет да спросите у меня потому что они подышали глубокое диафрагмальное дыхание друзья что происходит когда мы дышим глубокое диафрагмальное дыхание мы успокаиваемся и снижается гормон стресса в обычной жизни современные люди живут в постоянном стрессе да вот эта спешка очень много задач а желание там самореализоваться найти свое предназначение быть хорошей матерью хорошей женой да все успеть все было чисто это все создает стресс мы неосознанно начинаем дышать очень поверхностно через грудную клетку такое поверхностное дыхание дает очень много гормона стресса кортизола кортизол сужает сосуды и заставляет все питательные вещества кровь прибывать к мышцам а не головному мозгу например мы становимся менее умными мы начинаем реально тупить мы начинаем быстро стареть мы теряем здоровье и очень сложно расслабиться если очень сложно расслабиться такое знаете бывает ну чаще всего механизм вообще ломается механизм расслабления ломается это можно увидеть как на выходных уже можно расслабиться сесть да но многие как заведенные продолжают там на дачу ехать на рынок ходить там убирать да и даже если ты садишься все равно ощущение вот этой тревожности вины что нужно что-то сделать вот это называется сбит механизм расслабления нас есть два две скорости нашей нервной системы это активность до симпатический отдел и пассивность пара симпатический отдел и вот когда мы дышим очень часто и поверхностно да что очень многие люди делают то мы все время находимся в симпатическом отделе вегетативно-нервной системы что выделяет кортизол что не дает достаточно количество энергии нашему мозгу и мы начинаем тревожиться у нас повышенная тревожность панические атаки необоснованные страхи невозможность расслабиться все это каком начинает расти просто потому что мы неправильно дышим представляете и как только мы опускаемся в диафрагмальное дыхание да вот эти люди подышали диафрагмальное дыхание тем самым они переключают свой прекрасный мозг потому что у нас есть разные режимы работы нашего мозга в состоянии тревожности панических атак до бессонницы мозг работает на бета-волнах это достаточно быстрые волны со скоростью 13 100 герц вот когда мы дышим диафрагмальное дыхание мозг начинает работать медленнее 8 12 герц да сравните здесь 13 100 а здесь 8 13 герц это альфа волны то есть когда мы возвращаемся глубокому диафрагмальному дыханию ваш мозг начинает функционировать на альфа волнах это состояние медитации состояние расслабления иногда такого знаете долгожданного расслабления которые многие не могут почувствовать потому что настолько загнаны своих тревожных мыслях в этом постоянном побеги в будучи или сожалению о прошлом что постоянно вот эта мысли-мешалка этот хаос голове вот то есть мозг на повышенных оборотах работает вегетативно нервная система постоянно работает в симпатическом отделе и вот это вот тревожное состояние которое никогда не проходит подышав переключается вегетативно нервная система, парасимпатический отдел, мозг замедляется и начинает работать на альфа-волнах. И альфа-волны это состояние гения. Именно в медитативном состоянии, когда мы или классически медитируем, или может быть рисуем, если кто-то занимается творчеством, или вяжем, многие любят какую-то деятельность совершать. То есть когда мы находимся в моменте здесь и сейчас, мы можем успокоиться, мы можем замедлиться и именно в этом успокоении и замедлении получить новый свежий ресурс. Это знаете, как остановиться на бензоколонку. Но в состоянии тревоги, особенно когда есть необоснованные страхи, мы как будто бы постоянно бежим, наш мозг постоянно бежит в будущее. Наше тело все время в напряжении, мышцы собраны для того, чтобы убежать от несуществующей опасности. И поэтому очень важно останавливаться на бензоколонку и заправляться. Это состояние альфа, это состояние медитации. Именно в том состоянии остановки, расслабления, мы можем почувствовать наши потребности и нужды. Потребность любить себя, потребность остановиться, потребность заботиться о своем теле, потребность какой-то дать себе уход. Эти люди, которые вы видели в начале, их естество, их внутреннее, настоящее, истинное Я уже говорит, я уже тебя люблю, ты можешь расслабиться, ты уже классный. Вот то, что люди получают на этих практиках, практика алхимодыхания, про которую я сейчас рассказываю, они получают остановку, расслабление, замедление и такую некую валидацию от самого себя, со мной все в порядке, мне не нужно нестись и покорять Эверест, мне уже можно остановиться, расслабиться, довериться. И именно в этой остановке у меня есть ресурсы, появляются ресурсы, чтобы творить, чтобы создавать, чтобы наконец-таки начинать вести группу, которая хотела, наконец-таки начинать вести бизнес, который хотела. Понимаете? Многие ищут ресурсов, да, но не умеют совершенно никак останавливаться на бензоколонку. Вот алхимия дыхания — это практика остановки, замедления, восполнения, чтобы идти дальше, двигаться. Практика алхимии дыхания проходит каждую субботу и вторник в 10 утра по Москве. Записаться можно под этим видео. Она работает на трех уровнях. Более глубинного инструмента для проработки, в том числе своего подсознания, я никогда не встречала, хотя я в теме личностного роста уже более 15 лет. То есть помимо того, что алхимия дыхания работает на уровне здоровья, она, как я уже сказала, влияет на нервную систему, на мозг, она влияет на психику. С помощью нее вы можете проработать подсознательные блоки и страхи, то, что неосознаемо, то, что, знаете, фонит. Это неосознаваемые страхи, боюсь за близких, боюсь, что там, не дай бог, кто-то умрет, и не понимаю, почему, вроде все хорошо, или боюсь, что сейчас хорошо будет плохо. Все это неосознаваемые страхи, с которыми нужно работать, потому что они воруют вашу красоту, они воруют вашу жизнь, воруют вашу энергию. Вот чтобы их осознать, нужно подышать, успокоиться и войти в контакт со своим телом. Тело — это архив ваших истинных желаний, это архив ваших... Вообще все, что с вами случилось, все находится в теле. Поэтому, чтобы услышать себя настоящую и понять, нужно войти в контакт с телом. Поэтому здоровье, психика и душа. Алхимия дыхания помогает встретиться со своей душой. Это уже аспект такого духовного пробуждения. Если вы искатель, любите разные практики, новые опыты, то это будет особенно для вас полезным. Если вам сложно расслабиться, бессонниться, то алхимия дыхания в этом очень помогает. Для того, чтобы стать счастливее, потому что благодаря диафрагмальному осознанному дыханию выделяется окситоцин и дофамин — гормоны счастья. А тревога, депрессия потихонечку начинают растворяться. Для того, чтобы, конечно же, избавиться от депрессии, для того, чтобы избавиться от различных страхов, фобий, беспокойств, для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Она помогает победить бессонницу. Если недостает сил и радости жизни, уже забыли, просто вот все вроде окей, но никакой радости нет. Вот это точно тоже будет очень полезно. Если портятся отношения с близкими, с детьми, с мужем, с родственниками, с родителями, вы не можете найти причину, то алхимия дыхания тоже очень помогает. Сделать намного лучше отношения с собой прежде всего и отношения, естественно, с близкими автоматически начинают быть лучше. Если есть желание разбудить прирожденные способности и таланты. Очень много людей, которые практикуют алхимию дыхания, обнаруживают в себе скрытые таланты. Таланты какого-то целителя, таланты организатора, таланты к языкам. То есть все находят свою, можно сказать, нишу, свой путь и начинают идти по нему. Очень много историй побед наших учеников, которые нашли свой путь, таскали свое предназначение. Но не сразу. Это путь. Нам нужно сначала научиться отпускать контроль, успокаиваться, наполняться, и потом путь открывается сам собой. И заключительно, если вы амбициозный, моя любимая категория людей, потому что я такая же амбициозный, целеустремленный, и вы хотите такого, знаете, суперускорения, вот если есть запрос, чтобы быстрее, эффективнее реализовываться, это точно вам будет полезно, поможет, это такое будет ваше секретное оружие. Те, кто меня находят и дышат алхимию духа, не просто настолько сильно благодарят меня за то, что я веду эту практику. Если отзывается, приходите. Не отзывается, значит, еще не время. Зарегистрироваться можно под этим видео. Как я сказала, проходит каждую субботу и вторник в 10 утра по Москве. На первую пробную сессию есть небольшая скидочка. Такая маленькая, приятная. Вот, поэтому присоединяйтесь. Все под этим видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok